В средней школе номер 256 ученики младших классов отметили день рождения Корнея Ивановича Чуковского театральной постановкой. В актовом зале родного учебного заведения первоклассники рассказали зрителям историю о приключениях мушки с позолоченным брюшком. Подробнее о школьном мероприятии в следующем сюжете, который выходит в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». Корней Чуковский отмечал свой день рождения в первых числах апреля. Об этом официально записано в личных дневниках поэта, любимого несколькими поколениями. 31 марта прошла очередная праздничная дата со дня рождения русского классика. 1 апреля ученики младших классов школы номер 256 отметили круглую дату театральной постановкой. Мы решили, Санна Анатольевна Прокофьевой, учителем первого класса, просто сделать это мероприятие, потому что четыре даты буквально рядом прошагали друг за другом. Это день поэзии, это день театра, это день, 2 апреля будет день детской книги. И самое главное, 31 марта был день рождения 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского. Имея в своих произведениях педагогический контекст, произведение Корнея Чуковского является одним из лучших учебных пособий для детей. Преподаватели недолго думали над выбором стихотворения для постановки на школьной сцене. Мы вот решили сделать вот такое мероприятие, посвященное именно произведениям Корнея Ивановича, потому что он всегда в своих стихотворениях дарил доброту, очень много воспитательных моментов. Поэтому мы вот с детьми решили сделать вот такой спектакль. Не пришлось долго думать над актерским составом. Классные руководители первого А и первого Б достаточно быстро смогли определить, какая роль сможет подойти для того или иного ученика. Распределение ролей прошло очень быстро. Дети уходили на дополнительные каникулы первоклассника. И мы уже дети немножко знали к февралю, поэтому сами распределили, сами выбрали, собрались со Светланы Анатольевны, сели, посовещались. Она говорит, у меня очень классная муха, я говорю, у меня такой замечательный жук. И мы вот так немножко с ней распределили, разделили и дали слова родителям и детям. Класс не видел для них, это просто был сюрприз. Подготовка любого школьного мероприятия – это зона повышенной ответственности, причем не только для педагогов, но и для родителей и учеников. Хочется огромную благодарность выразить родителям, потому что когда мы все это задеваем, мы всегда очень переживаем, справимся ли мы, вытянем ли мы всю эту огромную работу. Но родители настолько все откликнулись. Классы у нас большие в этом году, ролей всего 12, и все на ура. Нам даже ни разу не пришлось предложить кому-то еще. То есть откликнулись сразу все. И очень здорово, ответственно ко всему подошли. Якома-храбрец! Твой молодец! Где паук? Где злодей? Не боюсь его сидеть. Паука не боюсь, с паукой сейчас сражусь. Я тебя освободил, назад я погубил, а теперь решай добиться и вместе веселиться. Ты меня от смерти спас, прилетел ты в добрый час. Эй, дорогоножки, бегите по дороге! Да, причем музыканты будут танцевать! Веселие затевайте! Играть, и сеть начинайте! Родители признаются, что при подготовке к спектаклю основной сложностью стала подготовка костюма. Наряд для выступления дети и родители готовили совместно. А вот со своими репликами маленькие актеры справились без труда. Готовили родители, в основном мама. Придумали вот ей эти глазки, вот такой шарик был там внутри, чай у нас находился. Разделили пополам, вот взяли глаза большие, сделали очки, придумали. Ну и костюм с крылышками. В общем, вот так приготовили. Много его готовили? Да нет, в принципе, быстро. Нашли вот какие-то вспомогательные юбки, кофточки. Я захотела, чтобы у меня было зеленое брюхо, а мама предлагала мне синее, потому что мухи тоже такие бывают. Налго шире? Мы сразу все брали и соединяли как-то. Мы с детства любим сказки Корнея Чуковского, поэтому, в принципе, слова мы знали. Нас не было это тяжело. Вот самое сложное, наверное, было подобрать костюм, хотя бабочке, наверное, не самое сложное. Выучили быстро. Для многих учеников не привыкать выступать на сцене. Ребята, принявшие участие в постановке мухи-цикатухи, уже имеют за спиной опыт актерской игры. Для некоторых юных актеров этот спектакль отыграть оказалось легче. Не так сложно, потому что ты стесняешься брать кого-то за руку, а потом садить обратно. Я не знаю. У меня была такая в садике роль принца. Вот. И у меня, и у нас это было выступление. И я взял руку, а потом поцеловал ее. Ну вот. А мне было стеснительно. Сказка Корнея Чуковского и театр – это один из лучших тандемов как для воспитания подрастающего поколения, так и при общении ребенка к миру прекрасного. Волшебный мир драматургии открывает ребенку новый взгляд на творчество и жизнь. Главное – вовремя заметить искру интереса и помочь ребенку разжечь настоящее пламя любви к актерскому мастерству. Ну а нам остается ждать новых постановок от юных дарований. Екатерина Исаева, Елена Чапуля, Тихоокеанское телевидение.